В нашем доме проблема по горячему водоснабжению. И эта проблема у нас уже повторяется с лета, с сентября месяца. Мы неоднократно обращались в первую городскую компанию, что у нас по нашему стояку это вот с первого и по девятый этаж. Но не во всем доме, а только вот в нашем крыле. Вот уж действительно поверишь, что горячая вода – роскошь. Платим за воздух, негодуют жильцы третьего подъезда. Управляющая компания проблему не решает. У нас отсутствует горячая вода. В чем причина, мы не знаем. И когда мы обращаемся в службу 510-510, нам говорят, что ваша заявка зафиксирована, будет выполнена, присылают смс, а воды нет. И вот последняя авария была, вот серьезная авария была. И у нас по сегодняшний день нет горячей воды в нашем подъезде. В чем разобраться? Мы звоним каждый день 510-510. Нам никто никакую, ну не отвечают нам на это. В чем это дело и в чем причина? Праздничным фейерверком в квартирах жильцов третьего подъезда запомнилось замыкание, случившееся 31 декабря. Ну это ситуация была неординарная, конечно. И первый раз за всю мою жизнь у нас не было Нового года. Потому что все произошло ровно в 10 часов 31 декабря 2018 года. Ну внезапно получилась яркая вспышка и свет загорелся. Ну я не знаю во сколько раз ярче, чем обычно. Потом слышу, что происходят вспышки фейерверками с искрами по всей квартире. Вспыхивают и хмопки. Хмоп, вспышка, хмоп, вспышка, хмоп. Это лампочки. Ну свет был включен, естественно, перед Новым годом везде. Мы начались вот вспыхивать и сгорать мгновенно лампочки. У нас даже за 2 часа до Нового года сгорел к телевизору. Погорели в спальне лампочки, в ванне. В общем, ну свет погас, ну это самое. Не посмотреть было, ничего не послушать. Свет, конечно, потом вернулся в квартиры. Только вот аварийная служба, устранявшая проблему, забыла известить жильцов об окончании работ. И они еще 2 часа сидели в темноте. Они ничего даже не сказали. Сказали, звоните в 510. Все, повернулись, уехали. Я снова звоню в аварийную службу 510. И говорю, значит, служба уехала, бригада, которая приезжала. Могу ли я включить свет, не могу ли. Я даже не знаю после того, что там фейерверки эти были. Кстати, еще был запах такой, ну гаремый характерный. Ну вы попробуйте, включите, посмотрите, что будет. Ну, я говорю, нет, я это делать не буду. Ну, мы тут тамкались в подъезде всем коллективом, потому как пострадала не одна моя квартира. А как мы выяснили, пострадали 5 квартир в нашем подъезде. А как вам наш подъезд интересуются жильцы? Стены покрашены, потолок побелен. Вполне прилично в сравнении с другими орловскими подъездами. Как выяснилось, он стал таким красивым только после решения суда. Мы обращались в суд, вот, и после суда, после суда городская компания нам пообещала сделать. Но сразу они не сделали. Они нам, это было в 2017-м, обещали в конце. В 2018-м мы с ними полностью год судились. Никак они не могли нам сделать. Ходили, пороги обвивали, все это очень долгий был процесс. И после того, как прошел суд, где-то еще прошел, наверное, месяц, вот, после месяца вот этого прохождения они нам пришли делать ремонт. А к снежной проблеме в этом году остается лишь привыкнуть. У нас в этом году этот самый, двор вообще не убирается от снега. Мы идем по колено, не то что в снегу, в чистом, в грязном снегу, по колено снега. Мы не можем выбраться, ведь в суть в чем? Под снегом лед, и ты падаешь, а если это пожилой человек идет, как быть, как перейти дорогу, чтобы сходить в магазин? У нас одну дорогу перейдешь по колено снега, идешь за 11-й дом в магазин, чтобы зайти, тоже по колено снега. И мало того, что по колено снега еще машины стоят на тротуаре, А мы идем мимо их машины по проезжей части. Отапливается дом плохо, воды нет плохо, дороги чистятся плохо, все относится к нашему дому. Иначе как коммунальным коллапсом это и не назовешь. Орловчане говорят, что не получают того, за что платят. А кто-то получает немалые деньги, не делая взамен ничего. С тем, как выполняются заявки, принимаемые телефоном коммунального спасения 510-510, пришлось столкнуться и вашему покорному услуге. Четыре раза я оставлял заявку диспетчеру с описанием своей проблемы. И четыре раза получал смс-оповещение, что ваша заявка выполнена, ваша проблема решена. Хотя не изменилось вообще ничего. Суть проблемы вкратце в том, что после ремонтных работ полотенцесушитель был холодным, и из горячего крана горячая же вода начинала течь только тогда, когда мы сливали ее порядка 10-15 минут. А вы говорите сосульки, снег, электричество. Олег Рудаков, Артем Горохов, телеканал Первый областной.